Советский истребитель Як-7 времен Второй мировой войны, учебный самолет, ставший боевым. Характеристики, история создания и боевого применения, если кто проследит хронологию самолетов ОКБ Яковлева времен войны, он заметит одну странность. Номера моделей идут не по порядку от меньшего к большему, а выстраиваются в замысловатый шифр Як-1, Як-7, Як-9, Як-3. Ответ на самом деле прост, эти четыре самолета, представляют собой по сути два семейства Як-1 и Як-3, а также Як-7 и Як-9, родившиеся из одного проекта, но развивавшиеся по разным сценариям. История создания истребителя Як-7. Когда самолет И-26 в будущей Як-1 еще находился на стадии проектирования ОКБ Яковлева, получила задание создать на его базе учебно-тренировочную машину И-27 или УТ-26. Работа над самолетом началась 25 января 1940 года. От И-26 его отличала, двухместная кабина, закрытая общим фонарем, но с индивидуальными сдвижными частями. Вооружение И-27 состояло из двух синхронных пулеметов ШКАС. Для сохранения центровки крыло пришлось сдвинуть вперед на 100 мм. Первый И-27 поднялся в воздух 1 июля 1940 года, а в марте 1941 года, после ряда испытательных полетов и доработок, началось серийное производство на заводе номер 301 в Химках под обозначением Як-7 УТИ. Производство продолжалось до эвакуации завода в Новосибирск в сентябре 1941 года. Летом 1941 года началась война, и на фронте очень скоро возникла нехватка современных боевых самолетов. Тогда ведущий инженер ОКБ Яковлева, Синельщиков и предложил переделать в истребитель уже с военной промышленности учебный Як-7 УТИ. Проектирование было осуществлено бригадой конструкторов во главе с Синельщиковым на заводе номер 301. На самолете установили мотор-пушку ШВАК, по три направляющих для реактивных снарядов под каждым крылом, бронеспинку и протектированные бензобаки. Задняя кабина осталась, но дублирующее управление из нее было демонтировано. Результат был несколько обескураживающий вчерашний учебный самолет не только не уступал боевому Як-1, но даже, отчасти, превосходил его. Самолет немедленно был запущен в производство на заводах номер 301 и номер 153, в Новосибирске. Истребитель Як-7 представляет собой свободно несущий низкоплан смешанной конструкции. Как и двоюродный брат Як-1, Як-7 имел ферменный каркас из стальных труб, фанерную обшивку носовой части и полотняную хвостовой. Капоты двигателя, обтекатели и щитки были дюралевыми. Неразъемное крыло деревянное, с обшивкой из фанеры, оклеенной полотном. Хвостовое оперение, в отличие от Як-1, было металлическое. Шасси убирающееся, трехопорное, с хвостовым неубирающимся костылем, позже с убирающимся колесом. Топливо размещалось в крыле в четырех протектированных баках. Фонарь кабины аналогичен у Т-26, характерный удлиненный, с модификацией Як-7А, вместо плексигласа в задней кабине использовалась фанера. А начиная с модификации Як-7Б, фонарь был уже каплевидной формы. Вооружение состояло из 20-мм мотор пушки ШВАК и двух синхронных 7,62-мм пулеметов ШКА с установленных фюзеляжем над двигателем, шесть реактивных снарядов РС-82 под крылом. В отсеке за кабиной могли устанавливаться фотоаппараты или подвешиваться бомбы. Во время перелета с аэродрома на аэродром здесь оборудовалось место для техника. Учебные версии у Т-26 имели непротектированные топливные баки. Модификации истребителя Як-7. УТ-26-1 – первый прототип учебно-тренировочного самолета с двухместной кабиной и двойным управлением. Вооружение состояло из двух пулеметов ШКАС. Первый полет 1 июля 1940 года. УТ-26-2 – второй прототип с измененным размером стабилизатора и рулей высоты, новым шасси. Первый полет 16 сентября 1940 года. Як-7 УТ-1 серийный учебно-тренировочный, с неубираемым задним костылем, пониженными оборотами двигателя, непротектированными топливными баками. Вооружение 1 пулемет ШКАС. Первый полет 18 мая 1941 года. В апреле, сентябре 1941 года на заводе. Номер 301 изготовлено 186 самолетов. Як-7 серийный истребитель, с протектированными баками, бронеспинкой в кабине пилота. Вооружение состояло из задней пушки ШВАК, двух пулеметов ШКАС, шесть реактивных снарядов РС-82. В сентябре-декабре 1941 года на заводах номер 301 и номер 153, изготовлено 62 самолета. Як-7М опытный вариант истребителя Саратовского завода, номер 292, с вооружением из трех пушек ШВАК, крылом уменьшенного размаха, с автоматическими предкрылками и измененными законцовками. Прошел испытание в декабре 1941 года, серийно не строился. Як-7М-82А, опытный со звездообразным двигателем воздушного охлаждения М-82А, а также крылом, с автоматическими предкрылками, радиополукомпасом, отсутствием горгрота за кабиной. Вооружение состояло из двух синхронных пушек ШВАК в крыле и одного синхронного пулемета УПС. Изготовлен в конце 1941 года. Як-7, 37-истребитель с 37-мм пушкой НС-37. Отличался сдвинутой назад на 40 мм кабиной. Первый полет в апреле 1942 года. В августе 1942 года изготовлено 22 самолета. Як-7А, доработанный Як-7 с системой нейтрального газа, улучшенной аэродинамикой, фанерным колпаком вместо фонаря второй кабины. Возможностью подвески до 100 кг бомб. Разработан в начале 1942 года. В январе, мае 1942 года, на заводе номер 153, изготовлено 277 самолетов. Як-7Б модернизированный Як-7 с двигателем М-105П, позже М-105ПФ, переработанными элементами конструкции, убирающимся хвостовым колесом. Наличием радиостанции РСИ-4. Пулеметы ШКАС заменены на УБС. Первый полет 28 января 1942 года. С апреля 1942 до июля 1944 годах, на заводах номер 153 и номер 82, изготовлено 5120 самолетов. Выпускался также в модификации разведчика, с фотооборудованием, размещенным за кабиной пилота, выпущено 350 самолетов. Як-7БМПВО, истребитель для авиации ПВО, с радиополукомпасом РПК-10 и посадочной фарой. Як-7 в вывозной учебной с двухместной кабиной, не убирающимся шасси, отсутствием вооружения. С мая 1942 по декабрь 1943 года, на заводе номер 153, изготовлено 697 самолетов. Як-7Д – опытный дальний истребитель-разведчик. Крыло с металлическими лонжеронами, самолет отличался, увеличенным запасом топлива. Изготовлен в 1942 году. Як-7Д – дальний истребитель, прототип Як-9, с металлическими лонжеронами и увеличенным запасом топлива. Вооружение состояло из одной пушки ШВАК и одного пулемета УПС. Первый полет в июне 1942 года. Як-7ПД – опытный высотный с двигателем М105ПД, мощностью 1160 л.с., каплевидным фонарем. Вооружение А1ПУШКА ШВАК, изготовлен летом 1942 года. Як-7Р – проект реактивного Як-7, с дополнительными двумя пвортконструкцией Меркулова и одним же РГ-конструкцией Душкина. Разрабатывался в 1942 году. Як-7 – лопатный с ламинарным профилем крыла. Изготовлен летом 1944 года. Як-7 – машина необычная. Первоначально учебный самолет. Он во многом оставался таковым и в годы войны именно Як-7 был той летающей лабораторией, в которой отрабатывались десятки мелочей, с которых складывается могучая сила современной авиации. Прямоточные двигатели, ламинарный профиль крыла, испытания гермокабин – все это впервые было опробовано на Як-7. В производстве истребитель находился до июля 1944 года. За это время было выпущено 6 399 самолетов Як-7 всех модификаций. Дальнейшим развитием Як-7 стал Як-9 – самый массовый советский истребитель Великой Отечественной войны. Як-7 состоял на вооружении советской армии до 1946 года, на экспорт машина не поставлялась.